Лечение ребенка, пострадавшего в ДТП, оплатили перевозчики. Компания выплатила миллион тенгей, готова нести дополнительные расходы. Водитель, причастный к ситуации, отстранен от работы и находится под следствием. Управление городской мобильности оштрафовало перевозчика за грубые нарушения качества обслуживания. Видеоинцидента вызвало широкий резонанс. Сначала автобус столкнулся с легковушкой. Дальнейшие события прокомментировал сегодня один из руководителей транспортной компании. Это секундное дело. Он тогда говорит, даже я не успел в зеркало, что случилось. После этого он, естественно, запаниковал и выходит с автобуса. Идет смотреть, что случилось, кого там он ударил или что. Но в это время автобус с самокатом пошел, потому что там чуть-чуть дорога такая была. И он назад побежал, когда автобус уже начал трогаться. И он назад к автобусу побежал. В это время легковой автомобиль скрылся вместо происшествия. В результате ДТП пострадала женщина и ее трехлетний малыш. Выйдя из салона нерегулируемого автобуса, они оказались под его колесами. Маму госпитализировали в седьмую больницу. Ребенка привезли в детский центр неотложной помощи. Его осмотрела мультидисциплинарная бригада хирургов. Было принято решение срочно оперировать мальчика. Выставлен диагноз тяжелая сочетная травма. Ушиб органов брюшной полости, разрыв органов брюшной полости, сотрясение головного мозга. Ребенок тут же взят после обследования, взят в операционной. В операционной выявлен разрыв, размножение селезенки. К сожалению, сохранить орган не предоставлялось возможным, в связи с чем проведена операция удаления селезенки. Как сообщили нам в Управлении общественного здоровья города, ребенок и мама уже дома. Их состояние не вызывает опасений. Лечение они продолжат амбулаторно. Напомню, ДТП произошло 1 июля недалеко от сона Латавского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова